Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. В центре внимания аккумуляторная тема. Состоялась общественная инспекция предприятия iPower, модератором которой выступил мэр областного центра Александр Рогачук. О задачах, которые сегодня стоят перед региональными предпринимателями, о нишах, востребованных сегодня, о фактах, подкрепленных опытом и временем, в Бресте прошел первый региональный форум предпринимательства. Как закалялась Сталин, но не в романе Николая Островского, а на Грибном канале. В Бресте впервые прошел Кубок мира по спортивному зимнему плаванию. Об этом и не только прямо сейчас. Аккумуляторная тема в центре внимания. Летом этого года губернатор Брещен Анатолий Лис принял решение о приостановлении строительства объекта компании iPower. Речь об аккумуляторном заводе. Распоряжение было подписано в июне, но в настоящее время активисты продолжают утверждать, что на самом деле документ игнорируется. Тема в очередной раз стала одной из самых обсуждаемых на традиционной встрече мэра Бреста Александра Рогачука с брещанами, которая состоялась в Бресте две недели назад. Противники строительства утверждали, что сегодня завод активно работает. Градоначальник пообещал лично разобраться в данной ситуации. Что ж, сказано, сделано. На днях на территории аккумуляторного завода состоялась общественная инспекция. В ней принял участие мэр областного центра Александр Рогачук. Расширенный материал смотрите прямо сейчас. За пределами завода оживленно. Противники строительства аккумуляторного завода каждый день, что называется, на посту. Но внутри самого предприятия тишина. И хотя на каждом шагу различного рода техника и оборудование, большая производственная территория аккумуляторного завода пустует. Оборудование отключено, инженерные сети заблокированы, котлы и трубы холодные, станки стоят. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Посещение аккумуляторного завода проходило в достаточно расширенном и свободном формате. В своеобразной экскурсии приняли участие представители вертикали власти, средства массовой информации, свободной экономической зоны Брест и сотрудники завода. Здесь признаются, к визиту никто не готовился. По одной причине – скрывать нечего. Мы готовы в любой день к этой инспекции, потому что мы не работаем уже с 14 июня. И нечего прятать каждый день, не только сегодня. Мы неукоснительно соблюдаем наше законодательство, предписание стройнодзора. Так ли прозрачно эта позиция? Вопрос, который волнует не только общественность, но и мэра Бреста Александра Рогачука. С одной из самых скандальных тем градоначальник пообещал разобраться лично, взяв все на карандаш. Начиная тур, председатель Брестского грузполкома дает понять – сегодня он выступает в роли модератора, который хочет дать независимую оценку увиденному. Для того, чтобы разбираться в яичнице, совсем не обязательно самому нести яйца. Точно так же, перефразируя эту фразу, для того, чтобы понять, предприятие работает или не работает, совсем не обязательно быть глубоким узким специалистом в той или иной отрасли технологического процесса. Мы будем всячески поддерживать все коммуникации между населением и инвестором. Вот именно на стыке, а точнее на отсутствие вот этих коммуникаций рождаются и слухи, рождаются и какие-то гротескные ощущения, эмоции и все остальное. Поэтому моя задача, как руководителя города, работать на стыке вот этого сложного процесса и быть абсолютно объективным в интересах нашего города. Желание пригласить людей, посмотреть, работает ли завод, принадлежит представителям компании iPower, подчеркнул Александр Рогачук. Однако далеко не все активисты оценили такое предложение. Многие противники строительства к такому компромиссу оказались не готовы и просто-напросто отказались от участия в инспекции. К слову, результат которой оказался положительным. Не надо иметь узкоспециального образования, чтобы понять. Станки стоят, оборудование и система вентиляции отключена, все котлы и трубы холодные. Предприятие не работает, что предприятие не осуществляет свою производственную деятельность. Я просто делаю вывод, что кому-то такой ответ не нужен и он не вписывается в определенный сценарий соответствующих действий. Вот почему в данный момент я благодарен, во-первых, за открытый со стороны iPower и официально констатирую свое субъективное ощущение, что предприятие не работает. Участники тура побывали на всей территории большого предприятия. Всем детально объяснили, каким образом должно, но не работает то или иное оборудование. Не углубляясь в технологию производства, указали на признаки, по которым можно понять, эксплуатируется ли техника. Участок по производству пластин, цех по формированию аккумуляторных батарей, помещение предназначенное для производства свинцового порошка. Здесь даже пыли нет, которая, по сути, должна образовываться в процессе работы. На станках и производственных линиях нет никаких следов и потертостей. Полные канистры для мойки оборудования стоят нетронутыми. Они были обломбированы сразу, когда были откачены, чтобы сейчас уже заморозки ожидаются, чтобы они не замерзли. И с представителями Минприроды мы тоже это согласовали, поинформировали. Общественность тоже. Залка общественности присутствует. Чтобы посмотреть лично, что они стоят, эти емкости. Вопрос его запуска в дальнейшем, вопрос его повторных экспертиз и вообще в целом судьба этого завода на перспективу, это не тема сегодняшней встречи и уж тем более не моя компетенция. Мне кажется, что мы сегодня получили, кого это интересовало, ответы на все вопросы. Более того, руководство предприятий и компаний нас завело даже туда, куда мы и не просили. Сейчас статус предприятия, скажем так, неопределен. И предприятие занято переводом его с этого неопределенного статуса в статус консервации. Сейчас готовится проектно-смертная документация по консервации. Когда она будет готова, предприятие будет осуществлять мероприятие по консервации. Виктория Нечаева, Павел Малошонок. Итоги недели. Первый региональный форум предпринимательства прошел на текущей неделе в областном центре. Участие в важном экономическом мероприятии приняли представители Министерства экономики страны, областного и городского исполнительных комитетов, бизнес-индустрии. Большая образовательно-контактная встреча прошла в городе в рамках Всемирной недели предпринимательства. Такое особое внимание уделяется бизнесу в стране сегодня по нескольким причинам. Во-первых, региональные предприниматели – двигатели местной экономики. Они создают новые рабочие места, развивают все доступные ниши, тем самым повышая интерес к областям зарубежных партнеров. В отдельных сферах доля занятых предпринимателей больше государственной. В этом отчасти проявляется эффективность государственно-частного партнерства, черпая лучшее к новым перспективам. Какие задачи сегодня стоят перед региональными предпринимателями и какие ниши сегодня востребованы? Анастасия Наздрин-Плотницкая о фактах, подкрепленных опытом и временем. Конференц-зал городского исполнительного комитета полнился дискуссиями о планах и перспективах, а кулуарные разговоры в основном посвящены интересным предложениям и новым форматам. Первый региональный форум предпринимательства стал очередной точкой отсчета новой истории белорусского бизнес-сообщества. В центре внимания представители малого и среднего бизнеса. Те, кто сегодня формирует существенную долю в общем потенциале каждого региона в отдельности. Малое предпринимательство – это реальный сектор, который может нам дать экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому мы будем принимать всяческие меры по деприкатизации административных процедур, по упрощению лицензирования, по созданию комфортной деловой среды, а также совершенствовать формы, инструменты, методы поддержки малого и среднего предпринимательства. Региональное предпринимательство имеет достаточно широкую представленность. В своем большинстве это сферы услуг, перевозки, транспортное сообщение, салоны красоты, парикмахерские. К слову, последним в Брестском регионе уже не один год лидером в этой сфере является сеть парикмахерских «Локон». «Локон» – сеть парикмахерских по всему городу. При этом предприятие представлено сегодня и в столице. Региональный бренд имеет своего потребителя. Довольные клиенты обслуживаются у мастеров десятилетиями, отмечая качество оказания услуг, а также приветливость и профессионализм парикмахеров. Вот именно человеческим отношением к мастерам мы все-таки их, не побоюсь сказать, удержим. Потому что на сегодняшний день парикмахерских очень много, но условия труда, наверное, у нас отличаются от многих тем, что наши мастера социально защищены. То есть на сегодняшний день у них оплачиваемый отпуск, у них оплачиваемые больничные, это отчисление в фонд социальной защиты, это отчисление в пенсионный фонд. То есть на сегодняшний день мы можем этим похвастаться, скажем так. Сегодня региональный предприниматель готов предложить условия не хуже, чем в столице. Люди остаются и готовы трудиться, что позволяет сократить отток кадров в столицу или за рубеж. Это также одно из важных условий развития регионального предпринимательства, актуально для государства. В поле брейского бизнеса сегодня разные сферы, в их числе и образование. Наша школа информационных технологий, она как предприятие, причем предприятие, которое приносит прибыль. Значит, конечно же, очень многое зависит от эффективного менеджмента. Наша компания оказывает образовательные услуги на рынке Беларуси. Наша школа представлена как в Бресте, так и в Брестской области. Кобрин, Пинск, Ивацевичи. Также еще наша школа представлена в городе Слудске. Если посмотреть в разрезе отраслевом, то наибольшие субъекты хозяйства задействованы у нас в торговле, в транспорте, в сфере услуг и в строительстве. Также имеется доля более 10% задействована именно в промышленности. Поэтому для нас это очень важно, то, что создана очень хорошая бизнес-структура, инфраструктура. И я хочу отметить, что в городе активно очень работает 5 центров поддержки предпринимательства. Во многом правильно выбранная ниша позволяет определить будущее компании. Например, переработка и сортировка отходов тем актуальны как для Беларуси, так и для Европы. И на этом, как показывают участники форума, также можно зарабатывать. Это очень актуально. На сегодняшний день отходы можно превращать в реальные доходы благодаря нашему оборудованию. Мы производим оборудование по сортировке и переработке отходов. То есть отходы сортируются из них, выделяются полезные фракции, из которых в дальнейшем можно произвести продукцию для последующей реализации, в том числе и на экспорт. Региональное предпринимательство сегодня становится все более популярным. Именно поэтому в числе обсуждаемых на форуме тем совершенствование законодательства в сфере предпринимательства, налаживание работы в районных центрах, где также есть инициативные бизнесмены со своими проектами и планами. Брестский регион, как принимающая сторона первого форума, имеет все шансы быть одним из ведущих. Для этого есть все предпосылки, а также понимание со стороны власти на местах. Мы на третьем месте находимся после города Минска и Минской области по количеству малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Если в целом посмотреть, у нас 10 300 малого и среднего предпринимателей в самих предприятиях и 34 000 индивидуальных предпринимателей. Если посмотреть, что они дают, это треть налоговых поступлений в области. Каждый третий работник, он работает именно в малом и среднем бизнесе. Бизнес-компании не разбиваются в вакууме, то есть они каким-то образом связаны друг с другом и с той ситуацией, которая происходит в стране. Нам интересно, каких шагов нам ждать от государства, какие будут шаги делать другие участники этого бизнеса. Это место, где можно все это обсудить, узнать что-то новое и поделиться теми проблемами, если они есть, с властью, с другими компаниями. Сегодня инициативы на местном уровне могут претендовать на трансграничную поддержку. Ряд проектов реализуются с ее помощью. И что отрадно, такое сотрудничество имеет реальный эффект. Эта программа носит местный характер, но она выстраивает мост между экономическим развитием и внедрением инноваций и всего нового, что касается развития бизнеса, как на областном уровне, так и на общенациональном уровне. Однозначно и главный итог форума местному региональному предпринимательству – быть. Постепенно малые и средние бизнесы занимают свободные ниши, порой даже создавая некоторую конкуренцию крупным бизнесменам. Масштабировать важно и нужно, однако у каждого проекта есть свой потребитель, который во многом определяет историю развития компании. Приятным торжественным моментом форума стало вручение премий «Ментор года». В 2019-м им стал Кирилл Волошин – бизнесмен, соучредитель ряда компаний, эксперт. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Александр Макаревич. Специально для итоговой программы. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Воспитанники разных школ и гимназий Беларуси с начала этого учебного года не раз возмущались в чатах и соцсетях. Для них ужесточаются правила пользования мобильными телефонами. Активность эта развилась именно в последнее время. У родителей море эмоций и противоположных мнений. Многие мамы и папы связывают происходящее со скандалом в Гомельской школе. Действительно, о нем, возможно, никто и не узнал бы, если бы ученики исполняли давний запрет на использование гаджетов. Как обстоят дела с этим вопросом в учреждениях образования Бреста, узнавала Мирослава Коваленко. Мобильный телефон сегодня – это не только средство связи, это источник информации, а порой еще и книга. Забыв его дома, нам кажется, что мы оказались попросту без рук. Кажется, что в любой ситуации это просто незаменимое средство. Но преподаватели учреждений образования так не считают. Поэтому на входе в любую школу кладем мобильный телефон в сумку и забываем до конца уроков. В средней школе номер 26 запрет на пользование мобильными телефонами появился с начала этого учебного года. Хотя неофициально правила действуют уже много лет. Поэтому здесь школьники не почувствовали серьезных изменений во внутреннем распорядке. Ребята и раньше знали – мобильники мешают учебному процессу. А на вопрос, пользуются ли они ими в школе, отвечают честно и уверенно. На уроках нет. А на переменах? Нет. У тебя его вообще с собой нету в школе? Я беру, чтобы если что-то надо, маме позвонить, сказать что-нибудь. Нет. Почему? Ну, потому что на уроке надо слушать тему, чтобы потом нужно было ответить, если спросят. Вообще с собой берешь в школу маме на телефон? Нет. У тебя его нету или просто нет? Нет, у меня есть, но я не беру. Преподаватели отмечают, если лет 10 назад мобильные телефоны были только у старшеклассников, то сегодня и у каждого первоклассника есть собственный гаджет. И с этим ничего не поделать. Мобильные телефоны не исключение и для младших классов, и для первых классов в том числе. Мобильные приложениями они пользуются умеем. Очень быстро и очень умело. Но то, что у детей есть телефоны, да, факт, есть телефоны даже в начальных классах. Ну, даже в начальных классах, можно зайти в любой начальный класс, они прекрасно знают правила. Как говорится, правила существуют для того, чтобы их нарушать. К своему сожалению, педагоги иногда сталкиваются с нарушителями. Но наказание неизбежно. Замечание в дневник и вызов родителей к директору. Но и исключения из этого правила тоже предусматриваются. Сейчас в последнее время очень часто мы используем электронные учебники. Только тогда, если бывает в классах два учебника пользуются, тогда можно включить телефон как электронное приложение учебника. В Брестском лицее имени Пушкина нет начальных классов. Здесь ученикам 10-11 классов не напоминают перед каждым уроком. Выключите мобильные телефоны. Ребята самостоятельно за несколько минут до звонка складывают гаджеты в специальную коробку. И этому правилу здесь подчиняются с первых дней работы лицея. Я с такой проблемой не сталкивалась, потому что согласно правилам внутреннего распорядка работы лицея и уставу нашего заведения в рамках этой системы мы работаем давно. То есть, если урок не предусматривает использование мобильного устройства, этапы урока определенные, то со звонком до начала урока дети сдают мобильные телефоны в специально отведенные ящики, которые установлены в каждом кабинете. И в течение урока мы спокойны за своих учащихся, которые, не отрываясь от учебного процесса, работают оптимально, эффективно и качественно. Лицеисты солидарны с мнением педагогов. Это действительно очень эффективно и продуктивно для большинства лицеистов, обучающихся в данном учреждении, так как мы приходим на занятия, чтобы обучаться и получать не просто огромный опыт. И телефон, конечно же, может использоваться как дополнительный источник для получения дополнительных знаний, но в большинстве своем мы используем дополнительные материалы. Закон суров, но это закон, и наказание за его неисполнение в стенах лицея также неизбежно. Карается? Ну, серьезно. Как конкретно? Ну, замечанием и в дневнике, и потом уже разговором с родителями. Если запрет прописан в уставе школы, а ученик его игнорирует, учителя есть право сделать замечание или даже выговор. О призлостном нарушении порядков школы ученика могут исключить из образовательной организации. Но и на примере этих учебных заведений Бреста можно смело сделать вывод. Подрастающее поколение брещан в тандеме с преподавательским составом идет по пути новых знаний. А преграда в виде мобильного телефона на этой дороге уж точно не стоит. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ. Героям нашего следующего сюжета о гаджетах, да и других детских радостях думать не приходится. Выражение «дети, наше счастье и наше будущее» принято не всеми родителями. Каждый день во всем мире нарушаются права детей. Причем зачастую это дело рук мам и пап. Наш корреспондент Мирослава Коваленко побывала в детском социальном приюте города над Бугом и узнала у маленьких брещан, как им живется без родителей и хотят ли они вернуться домой. Этим малышам от трех до шести лет. Они с любопытством встречают гостей и широко открытыми глазами ловят каждое слово воспитателей. Десять ребят уже многие месяцы живут в социальном приюте, который уже успел стать для них домом. Многие до конца не осознают, куда пропали их родители, но часто подходят с этим вопросом к воспитателю. А те не знают, как сказать, что для их родителей бутылка с горячительным напитком оказалась дороже собственных детей. В этом социально-педагогическом центре есть еще группа мальчиков и девочек постарше. В каждой по девять человек, плюс малыши. Воспитатели говорят, что свободных кроватей здесь никогда не бывает. Зачастую спальные места попросту доставляют. В нашем социально-педагогическом центре с отделением детский социальный приют находятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего это дети, родители которых не могут выполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Бывает, что одинокому родителю нужно пройти курс лечения. Тогда ребенок может быть помещен к нам. Бывает, что родитель, к сожалению, умер и у ребенка нету второго родителя или нету родственников, которые могут забрать его к себе на опеку. Или до определения самой опеки этот ребенок помещается к нам. Дети здесь могут находиться до полугода. Конечно, многие настолько привыкают, что новость о том, что малыш должен вернуться не домой, а уехать жить в детский дом, становится стрессом. Здесь у каждого своя история, о которой ребята постоянно думают, но мало кому рассказывают. Например, мальчик Паша попал сюда вместе с сестрой. Притом уже во второй раз. Его родная мама сильно пьет и однажды настолько избила парня, что тот оказался с отрясением мозга в больнице. Через некоторое время произошел рецидив, но пострадала его сестра Саша. Теперь ребята ждут решения суда. Их отец, скорее всего, будет также лишен родительских прав. Сам Паша категорично отвечает на вопрос, хочет ли он вернуться домой. А вот где лучше? Тебе дома или здесь? Дом все равно чего дома. Хочешь вернуться домой? Нет. Не хочешь. А здесь тебе чем нравится? Ну, телевизор, друзья, мальчики со мной дружат. А я тоже с ними дружу. А как тебе воспитатели, как директор? Нормально. Какие-то проблемы в семье были с мамой? Ну, они пили. Мама приходила с работ пьяная в одиннадцать, где-то в двенадцать. А у тебя еще сестренка есть, да? Да. И она тоже тут. В похожей ситуации оказался и Ярослав. Только его мама была лишена родительских прав еще при рождении мальчика. И воспитанием занимался отец. Мужчина тоже пошел по кривой дорожке зеленого змея, за что у него забрали сына. Пока он безработный, но есть еще время встать на путь истины и забрать Ярослава домой. На вопрос, что с тобой случилось, маленький мальчик отвечает по-взрослому. Мой папа начал пить, но я из-за этого и попал сюда. А мама что? Мама с тобой вместе не жила? Мама лишена была, когда я родился. Она дала меня папе, потому что... Ну, суд так решил, пришла на суд, никакая. И в суд решил отдать мне папе. Хорошо, а тебе вообще здесь нравится или нет? Конечно. Тут же на хоккей бесплатно ходишь. И тут месяц по десять рублей выдают. Кстати, у Ярослава есть и заветная мечта, которую он сам обязательно хочет исполнить. Стать танкистом и служить нашей Родине. И все. Несмотря на всю открытость и добродушность этих ребят, пугают их не по годам взрослые рассуждения. Они никогда не упрекают своих мам и пап за разбитое детство. Впрочем, многие родители даже не навещают своих детей. Последние нити разума пытается вытащить из, мягко говоря, никудышных родителей директор приюта. У администрации воспитателей нет вопроса в общении с родителями. Я понимаю, что когда дети помещаются к нам, многие родители обижены на то, что произошло это отобрание. Не все родители, употребляющие алкоголь, готовы осознать свою проблему. И мы работаем над этим. У нас проводится коррекционная работа педагогам-психологам, педагогам социальным с этими родителями. Родители, естественно, приходят регулярно на консультации к администрации учреждения. Несмотря на все усердия администрации вразумить таких родителей, далеко не все дети возвращаются домой. Всего половина будет жить в семье, а остальных ждут детские дома или дома семейного типа. И все благодаря таким любящим мамам и папам, которые думают только о себе и о спиртном. Назревает лишь один вопрос – стоило ли это загубленного детства детей? А сейчас о других событиях и мероприятиях. В этом году свое 80-летие отмечает Брестская область. В 1939 году она вошла в состав Белорусского государства. Перечислять достижения Брещины можно очень долго, но об этом мы будем говорить немного позже. Однако в год 80-летия региона хочется больше внимания уделить тем организациям, зарождение и становление которых шло параллельно с развитием области. Здесь стоит особенно остановиться на областной организационной структуре ДСААФ. Как сегодня развивается добровольное общество, насколько его деятельность многопланова и что ждет организацию в ближайшем будущем? На эти вопросы ответит наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Большой 80-летний юбилей организационная структура ДСААФ встречает в большом формате. В зале и ветераны, и действующие сотрудники. Те, кто сегодня развивает объединение и его направление. За долгие годы было сделано многое. Об этом шел разговор в рамках торжественного собрания. Настал момент перевернуть очередную страницу истории и начать новый этап. Так и для всех нас, так и для ветеранов, главное в жизни, наверное, чтобы мы были востребованы не только в семье, но и в обществе. Чтобы нас, о нас помнили, чтобы нас приглашали как на торжественные мероприятия, так и на дружеские встречи. Поэтому мы сегодня пригласили всех наших ветеранов, мы сегодня такую встречу им обеспечили. И я рад видеть их улыбки счастливые и дружественные. Семнадцать лет я в ДОСААФ проработал на разных должностях от председателя районного совета до председателя областного совета. Мне всегда казалось, что в этом обществе работают люди, отданные этой профессии. Потому что мы не можем сказать, что мы жили хорошо экономически и так далее. Но кадры постоянно были. Вот они и сейчас, на 80-летие, вот здесь, вот там сидят. Это радует. Значит, люди сплочены были какой-то идеей. А идея – это двигатель всего, что есть. Более 27 тысяч представителей объединяет сегодня Брестская областная организационная структура ДОСАФ. Каждое поколение берестейцев привнесло в жизнь организации что-то свое. Сегодня здесь активно развиваются судомоделирование и авиаспорт, мотобол и картинг, мотокросс. Прещане ДОСАФовцы – лидеры страны по скоростной радиотелеграфии. Например, сестры Аня и Настя Красельниковы – неоднократные призеры и чемпионы различных соревнований. Отстучать морзянку для них – одно из самых простых упражнений. Стали получаться, пошли результаты, появился какой-то интерес, дальше соревнования, спортивный интерес, медали, кубки, награждения. Это понравилось, заинтересовало и дальше уже пошли, поехали. Именно в нашем случае самое сложное – это соперничество друг с другом. Мы всегда идем кто-то на очко больше, кто-то на очко меньше и всегда вот так получается, что небольшой отрыв. Подготовка водителей всех категорий – также привилегия ДОСАФ. Теоретические классы оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть все для того, чтобы наглядно показать будущему водителю, как действовать в той или иной ситуации. Практические занятия на новеньких авто под руководством опытных инструкторов-мастеров. Брестская городская организационная структура ДОСАФ занимается подготовкой и переподготовкой водителей всех категорий для народного хозяйства и вооруженных сил Республики Беларусь. Это Комитет госбезопасности, внутренние войска и вооруженные силы. В прошлом году прошли обучение в нашем заведении порядка 1150 человек. На 10 месяцев текущего года мы уже подготовили 1115. Теоретические занятия проводятся в специализированных аудиториях, оснащенные компьютерами, мультимедийными установками, телевизорами, интерактивными досками. Многое поменялось за годы. Прежним осталось особое отношение к своей работе сотрудников ДОСАФ. Их достижения в день 80-летия были отмечены грамотами и благодарностями. У организации впереди большой путь, ведь у ее штурвала стоят люди дела. Конечно, самые искренние поздравления на лучшие пожелания всем нашим ветеранам, всем нашим штатным сотрудникам. Конечно же, всем крепкого здоровья славное, благополучия. Ну и пожелания такого, чтобы все мы дружно в таком же составе собрались на 90-летие. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Молошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Все погодные условия для проведения Кубка мира по спортивному зимнему плаванию соблюдены. Пасмурная погода, ветер и температура не выше нуля были как нельзя кстати для такого экстремального соревнования. Для тысячелетнего обреста зимнее спортивное плавание – мероприятие новое и непривычное, но уже намечен план на будущее, чтобы соревнования стали традиционными. Подробнее о том, как закалялась Сталин, но не в романе Николая Островского, а в Бресте на Грибном канале, расскажут наши корреспонденты. Брест – город спортивный. Звучит с трибун на торжественном открытии Кубка мира по спортивному зимнему плаванию. Второй этап соревнований с официальным названием «Белгард Кубок-2019» проходит на территории Брестского Грибного канала. Кубок открытый. Помимо участников из Беларуси, в нем участвуют Россия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Германия. В этом сезоне исполняется пять лет Белорусской Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания. И мы впервые вне Минска проводим международные соревнования по этому виду спорта – зимнее плавание. Выбрали город Брест по причине, по нескольким причинам. Первое, что здесь шикарная база для проведения соревнований нашей направленности, вот подобного международного уровня. Второе, что это рядом граница и не нужны визы. Третье, мы хотим здесь сегодня, мы на пресс-конференции международной объявим о старте такого трансграничного кубка по спортивному зимнему плаванию. На экстремальные соревнования зарегистрировано 150 человек. В водных баталиях состязались не только суровые мужчины, но и хрупкие дамы, дети и пенсионеры. Самому маленькому участнику 6 лет, а самому старшему 82. Стоит отметить, что число представительниц прекрасного пола составило 30%. Каждый закаленный приехал со своей историей и подготовкой. Я участвую на соревнованиях долго, но продолжительное время. Я участвовал где-то год на соревнованиях. Сейчас как-то автоматически уже привык. Первое время было по-настоящему страшно. Дистанции второго этапа Белгард Кубок включали 25, 50, 100, 200, 400 и 1000 метров. Стилей плавания, включенных в соревнования, было не так много. Браз, батерфляй и вольный. Кроме того, был и презентационный стиль 25 метров на спине. Значимость таких соревнований, я считаю, что очень большая. Даже с точки зрения рекламы города Бреста среди любителей зимнего плавания по всему миру. У нас участвуют представители очень многих стран. И для нас даже самих в Диковинку видят здесь людей из Мурманска, которые захотели прилететь так далеко для того, чтобы участвовать в наших соревнованиях. Каждый сезон, начиная с 2015 года, в Беларуси проходит 5-6 этапов открытого Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Третий этап соревнований Белгард Кубок 2019 пройдет в январе, в период крещенских праздников на Комсомольском озере в Минске. Болеем за наших, за брещан. Дальше дни ноября. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 24-25 ноября в Беларуси сохранится влияние западной периферии арктического антициклона. В воскресенье 24 ноября в Бресте прогнозируется облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0, минус 2, максимальная днем 0, плюс 2 градуса. 25 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0, плюс 2 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова